Ну что, друзья мои, представляю вам новую модель Гудзу от Герман. Это реплика на именитой ZipBaits B-Switcher 4+. Всем привет, друзья мои! С вами Дивер. И сегодняшней темой будет реплика вот на эти приманки. Это одни из моих любимых приманок по 4-6 метрам. Реплику я вам покажу чуть позже, а сейчас расскажу немножко о этих приманках, потому что часто задают вопросы и спрашивают, какой из 4-метровых воблеров мой любимый. Ну, не считая Юзури 3D, он просто к реплике сейчас не относится, к этой. А я вам сейчас расскажу вот о этих приманках, которые очень похожи друг на друга. И я взял сейчас реплику на B-Switcher 65-й 4-метровый. Вот они лежат, 3 штучки. Также Целюбита Crank 65-й. Тоже он, в принципе, очень похож по форме. Немножко видоизменен, но я не знаю, реплика это или нет. Но суть в том, что сначала появился B-Switcher от Z-Bate, вот эти. А потом уже появился Целюбита. Добавили полничок, но это как младший брат, наверное, его я считаю. Также у меня есть воблер Fishcat. Этот воблер, или мало я ему уделял времени, он стоит бешеных денег, но ловит, к сожалению, не всегда. В отличие, конечно, от Z-Bate или Целюбита, ловят они лучше. Поближе я вам сейчас приманки эти все покажу. Это вы сейчас видите Z-Bate. B-Switcher 4.0. Как вы видите, он очень уловистый. Этот цвет мой один из самых любимых. Также вот такой цвет. Под натуралку он, скажем. Воблер тоже очень сильно побитый судаком и всякой другой рыбой. Этот Целюбита. Крэнк 65. В свое время этот воблер стоил небольших денег и очень был популярным среди рыбаков. Но сейчас у него цена тоже выросла и хочется найти что-то, конечно, подешевле. Это воблер Fishcat. На него я ловил, но сильно он прям себя не показал. Хотя, может быть, у кого-то он ловит. Может, я ему мало времени уделял. Больше, конечно, времени я уделял Целюбита и Z-Bate. У этих приманок очень достойная фурнитура. Хорошая покраска. И приманки эти отлично ловят. Единственное но. Цена на эти приманки очень сильно подскочила. И покупать их стало довольно-таки накладно. Итак, друзья мои. Сейчас я вам покажу приманку в пределах 300 рублей. Которые не хуже ловят. В апреле она тоже себя показала неплохо. Мы ей просто мало уделили время. А сейчас я их решил взять побольше. И в июле я буду ловить на них очень даже активно. Итак, друзья мои. Это приманка Goodze от German. 65-я. 13,5 грамм. По глубине идет 3-4 метра. Но я скажу так, что вот эти приманки все можно таскать от 2,5 метров. Конечно, они будут подрывать. И до 6 метров. Итак, я вам сейчас покажу ее поближе. С этими приманками вы встречались уже в моем видео на выставке. Только теперь они, как видите, подписаны. Цвета у этих приманок шикарные. Качество фурнитуры здесь также отменное. Тройники довольно-таки острые. Краски очень насыщенные. Есть матовое исполнение. Есть глянцевое. Этот цвет S016. Так называемый Fight Tiger. Это реплика как раз на Z-Baits B-Switchers 4+. Плюс. Игра, возможно, у приманок будет разная. Так как петелька у них по высоте находится на разном уровне. А как мы знаем, высота петельки влияет на игру в обли. Остальное в целом очень похоже. Также есть глянцевое исполнение. Обратите внимание вот на эти широкие черные полосы. Они будут очень неплохо провоцировать рыбу. Я так думаю. Сверху он смотрится просто превосходно. Переваливая боками, вобля просто шикарен. Качество приманки, конечно, поражает. Новые поставки Германа меня очень сильно удивляют. Также эти полосы есть вот на этом цвете. Эти полосы просто бомбы, конечно. По крайней мере, меня они очень сильно восхищают. Этот цвет вообще себя показал на Ахтуде очень хорошо. Возможно, из-за своих розовых этих пятер. А может быть, из-за этих полосок. Куторых тогда у меня еще не было. И мне не довелось ее там покупать. Покупать. Гдеá мира? Тебя Size Этот цвет С223 В натуральном исполнении С226 Вот этот цвет С007 Прошу прощения, до этого я говорил С На приманках написано Си То есть русская буковка С По привычке называю ее С А так, конечно, читается Си Вот этот цвет С007 Тоже превосходно сделан Красная голова, желтая с зеленым Сочетание такое с удачей Щучьи, да я куневые В принципе, рабочее сочетание мобблера Цвета, конечно, меня сейчас очень поражают у Германа Качественно сделаны глаза Качество лопатки превосходное Фурнитура шикарная Еще один цвет, который мне понравился Это вот этот С110 Тоже в глянцевом исполнении Выбор цветов, конечно, у них грандиозный И что мне очень нравится У них появляются новые цвета Которые восхищают Покрытие сделано очень качественно Зацепиться и сказать, что Uber где-то плохо сделан Я не могу Воблер меня визуально очень поражает Надеюсь, что эти все приманки будут работать Повторюсь, единственное, на что я обратил внимание По отличиям Это высота самой петли Крепления кольца То есть У реплики С буквкой G Петелька стоит выше У оригинала У ZipBase Она посажена пониже Это будет Точно будет влиять на игру воблера А как он будет ловить лучше или хуже Это я вам скажу уже с речки Повторюсь Реплики На Халку Агрессор Оказались, что ловят даже Ну, ничем не хуже, чем оригинал Может быть, даже и лучше Игра у них точно разная Не сильно, конечно, выражена эта разница Но разница в игре есть Если кто помнит, я рассказывал историю, что На Оригинал, на ZipBase У меня был Очень мощный удар на Ахтубе Когда у этого воблера разогнулись все эти два тройника Они просто превратились в прямую такую нитку Ну, практически Я, конечно, утрирую немножко Но они были все разогнуты практически полностью Этот удар произошел на перекате Между двумя ямами И, скорее всего, это был сон У меня спиннинг чуть не вылетел из рук Эмоций было куча После этого я загорелся и стал покупать эти воблеры Но тогда они еще стоили более-менее адекватных денег Они всегда были недешевые Потом я плавно перешел вот на эту приманку В свое время она стоила тоже рублей 300 Сейчас эта приманка, по-моему, стоит в районе 600 рублей Тоже не хуже, как какой-то хороший японец Хотя о чем я? Япон сейчас стоит под 1000 рублей Ну, а эта вот реплика появилась от Германа Которую можно найти за 300 рублей и даже дешевле Я стал вести себе инстаграм Там самые свежие новости В шапке канала можете зайти в мой инстаграм и подписаться Там самые свежие новости с воды Если я видео не могу смонтировать, то я делаю короткие видео с воды Вот как в Астрахани было в апреле И там рассказываю О температуре воды На какие приманки клюет Что мы поймали Вообще о природе, ну и обо всем О погоде Все, друзья мои Надеюсь, кому-то видео было интересным и полезным Приманки достойные и стоят небольших денег Скоро я сниму видео О воблеров G-Spin Также меня очень порадовали Качество просто превосходное Где-то через недельку, а может быть на днях Видео я залью Субтитры сделал DimaTorzok